дорогие друзья предлагаю связать нам вместе с вами те у кого есть машины 3 класса могут вязать вместе со мной ну а те у кого машины только пятого класса могут сделать без отчет джемпер английской резинкой или патентной резинкой я буду вязать из совмещения двух пряж это пряжа лэнк макер фэнси с пайетками и пряжа кид мохер для машины 3 класса пряжу лэнк мохер фэнси я даже не буду перематывать буду вязать ее из центра клубка она прекрасно вяжет для детали рукава набираем по 12 игл на обеих игольницах с обеих сторон от 0 на нижней и верхней фантуры у меня вставлена уплотняющая лента джемпер вяжу на размер 54 с классическими прибусками и так приступаем к вязанию рукава регла плотность 00 для первого наборного ряда вязание начинается с верхней игольницы использовать буду два больших груз устанавливаем грузы четко по краям набранных петель переходим на круговое вязание на плотности 11 провязываем 2 круговых ряда или 4 ряда по щечек провязываем 1 ряд ластиком то есть отключив рычаги частичного переключения устанавливаем на счетчиках 0 переходим на вязание полного патента или полного фанга или английской резинки все это синоним если у вас машина брайзер первым будем вязать фанг на верхней игольнице нажимаем на левую кнопку тук нижнюю каретку переводим рычаг на пир и правый рычаг на пир переходим на расчетную плотность 3 3 и начинаем выполнять фанговые провязываем первые 18 рядов прям в восемнадцатом ряду выполняем прибавки петель при помощи трех игольного декера выполните смещение справа и слева на верхней и нижней игольницах на 1 игольный шаг вправо и соответственно влево при помощи крючка возьмите низ лежащую петлю и потяните ее на открытую иглу то же самое сделаете с петлей нижней игольницы и перетяните ее на соответствующую верхнюю выполните 5 таких прибавок в каждом восемнадцатом ряду в третий шестом ряду также выполняем прибавки петель таким образом получается что мы в каждом восемнадцатом ряду прибавляем по 2 петли 2 петли по нижней игольнице и 2 петли по верхней игольнице на щучки 108 ряд вяжем 19 рядов прямо и выполняем одну прибавку слева и справа 127 ряду выполняем прибавки по одной петле слева и справа если у вас нет крючка петли можно брать и при помощи декера честно говоря при работе на двух контурах крючком удобнее и вяжем далее 8 рядов прямо провязать до 135 ряда буду закрывать две петли по интерактиву и фактически 4 петли так как мы вяжем с вами в каждую иглу патентный рисунок поэтому на две петли интерактива приходится 4 петли на игольнице закрывать петли на двух контурах можно по-разному в этот раз я закрою вот таким способом при помощи двоушкового декера или как называют еще его коромыслом в итоге мы закрываем 4 петли петли закрываем свободно не стягивание это начало проймы провязываем ряд слева направо и с правой стороны также закрываем 4 петли в работе осталось по 17 его далее я буду закрывать для реглан по 2 иглы по интерактиву и по факту 4 петли для этого мне потребуется 2 декера один трехугольный другой двухугольный на счетчике 136 ряд вяжем далее в 143 ряду берем двухугольный декер снимаем на него две петли нижней игольницы переносим эти две петли на трехугольный декер таким образом чтобы свободная игла трехугольного декера оставалась свободной этим трехугольным декером снимаем три петли верхней игольницы и выполняем смещение на два игольных шага точно так же поступаем с противоположной стороны снимаем две петли переносим на трехугольный декер и выполняем смещение на два игольных шага в результате таких действий мы получим эту красивую косичку по линии реглана вяжем далее до тех пор пока в интерактиве у меня не будет по 13 игл работе 150 первом ряду аналогично закрываем по 2 петли снимаем 2 петли на двухугольный декер переносим их на трехугольный выполняем смещение на два игольных шага с правой стороны действия аналогично повторяем только в зеркальном отображении на щечке 151 ряд по 13 игл в работе вяжем далее на щечке 160 ряд закрываем 4 петли точнее по 4 почему говорю по 4 потому что по факту мы закрываем и 4 справа 4 в работе по 11 игл в 170 ряду закрываем по две петли слева справа сверху снизу в работе останется по 9 в 180 ряду закрываем по две петли слева справа сверху снизу в работе останется по 7 в 190 ряду закрываем по две петли слева справа сверху снизу обратите внимание иглы вверх не поднимаем в 200 ряду закрываем по две петли слева справа снизу сверху вяжу марта сверху разрura снизу сверху снизу сверху вann в 120 рядуcycl Закрываем по две петли, только с левой, сверху и снизу. Для этого две краевые петли перенесли на двухугольный декер, а потом трехугольным декером выполнили смещение. В двести десятом ряду перенесите две петли с нижней игольницы на верхнюю. Поднимите эти иглы вверх. Две иглы соответствующие нижней игольнице поднимите в позицию Е. Провяжите один ряд справа налево. Опустите правую часть игольницы. Закройте эти две петли петля в петлю. Навесьте на первую иглу. Сбросьте соответствующие игольницы. Игольницу поднимите. Провяжите четыре ряда. Петли закройте. Перенесите вначале дальнюю петлю от каретки на ближайшую и аналогично по верхней нижней игольнице. Провяжите один ряд. Провяжите две петли вместе. Мы закончили с вами вязание детали. Перенося петли убедитесь в том, что они четко на игле. Закройте петли. Ставьте подлиннее конец рабочей нити для последующей сборки. Итак, посмотрите. Наш рукав окончен. И вот такая косичка получилась по реглану рукава. Благодаря тем манипуляциям, которые мы производили при помощи двух и трехугольного дакирова. Вот так она выглядит по изнаночной стороне. Но я буду использовать именно эту сторону. Провяжите второй рукав аналогично, но в зеркальном отображении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова